Я пришла на работу, смотрю, столько милиции, столько машин, сюда пырокодной подхожу, тут вообще все оцеплено. Вот стоим, теперь ждем, когда нас пропустят на рабочие места. В 6 часов утра приехала соответствующая милиция с устным указанием о захвате отеля. Это так мне представил подполковник Азубеков из Ленинского РУВД. Когда я у него попросил документы, документов он мне никаких не дал. Не дал. Это вот во-первых. Потом вышел сюда зампредседателя фонда госимущества Мурат Алиев. И когда я у него говорю, есть у вас постановление суда, это только по решению суда имеют право они про это произвести. Он говорит, у нас постановления суда нет, у нас есть распоряжение правительства. То есть они основываются только на незаконном распоряжении правительства, которое подписал премьер-министр Джеймбеков Сорумбай. Вот. И, видимо, ему подсунули, и он подмахнул это дело. Вот. Который я тоже его не видел, он не направлял нам, у нас этого нет даже нигде. Вот. А только из слов фонда госимущества, что было такое распоряжение. Хотя мы просто сослались и написали в Генеральную прокуратуру о том, чтобы они выдали предписание правительству, как Генпрокуратура следит за законностью, вот, что это противозаконно. И они должны были дать предписание, там, в 10-дневный срок устранить незаконное распоряжение, что не было до сих пор даже сделано в этом направлении. Значит, идет этот сговор самый натуральный. И вот, когда говорят о коррупции и так далее, вот это и есть коррупция. Когда сговор идет Генпрокуратуры, власти, значит, судебных органов и так далее. Продолжение следует...